Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях президент родительского сообщества Одинцовского городского округа Марьяна Кристалинская. Здравствуй, Марьяна! Добрый день, Мария! Пригласили в студию не случайно. Конечно же, пандемия развивается, развивается стремительно. И минувшие выходные показали, что, к сожалению, наше население не готово сразу принять все карантинные мероприятия, которые приходят и спускаются сверху, и самоизолироваться, отказать себе в поездках, отказать себе в пикниках, потому что, конечно же, огромное количество вышло в парки, округа, на площадки детские. И как бы не предупреждали таблички и в парке культуры, спорта и отдыха Ларисы Лазутиной о том, что нежелательное нахождение, постарайтесь изолироваться, постарайтесь принять это как данность. Люди, тем не менее, идут, приводят детей, идут гулять с бабушками и дедушками, и центральная площадь была полностью заполнена. Вот все-таки, как ты считаешь, почему так происходит, почему мы настолько халатные, в первую очередь, к самим себе и к своему здоровью? Ну, на самом деле, Маша, я считаю, что здесь, наверное, присутствуют какие-то характерные, в общем, черты нашим людям, надежда на русскую авось, что это каким-то образом меня не коснется, да, что это не так все опасно, как об этом говорят. Ну, и вот действительно, наверное, чувство самосохранения здравого смысла включается у многих в самую последнюю очередь, что, на мой взгляд, недопустимо. Потому что, ну, если ты не думаешь о себе лично, то в этой ситуации надо хотя бы подумать о своих близких, о своих родных, о тех людях, которые тебе дороги, которые находятся рядом. Ну, я считаю, что действительно сейчас информации очень много, надо просто доверять тем источникам, которые эту информацию транслируют достоверно, которые дают действительно полное понимание, полную картину того, что происходит в мире, в нашей стране, в Москве, в Подмосковье. И делать выводы, готов ты на себя брать ответственность своими поступками за те последствия, которые могут быть, или не готов. Огромное количество вопросов сыпется тебе через сообщество родителей, мне кажется, оно живет прям в круглосуточном режиме, 24 на 7. Что сегодня волнует родителей больше всего? Понимаем, что минувшая неделя показала, что всех волновал вопрос дистанционного обучения, очень много было вопросов, проблем, загружалось, не загружалось, один компьютер в семье. Как его попилить между детьми или родителями детьми? Что сегодня на этой неделе и на данный час волнует наших родителей? Ну, на самом деле ситуация действительно развивается очень быстро. Буквально сегодня мы имеем одно постановление губернатора Московской области. Завтра мы можем иметь другое в связи с развитием, к сожалению, пока не в лучшую сторону эпидемиологической ситуации. Поэтому, естественно, у родителей возникают вопросы, связанные и с дистанционным обучением, и с самоизоляцией. И недавно было распоряжение о том, что льготным категориям детей, которым положено бесплатное питание, будет выдаваться это питание в форме продуктовых наборов. Тоже нам звонили на горячую линию, обращались с вопросом о том, как, где, кому положено. Ну, вроде нам казалось, что все должно быть ясно, но, безусловно, если такие вопросы возникают, мы даем ответы. И если мы сами не обладаем информацией, то в ручном режиме уточняем все в управлении образования, то есть, чтобы максимально снять какую-то напряженность, чтобы максимально ответить на все вопросы, которые у родителей возникают. Потому что, безусловно, на сегодняшний момент очень много информации всякой. И очень много, Маш, ты сама знаешь, очень много спама, всякой фейковой информации, которая тоже очень быстро распространяется. И наша задача, скажем так, отсортировать то, что действительно верно, а то, что действительно неверно. То есть, чтобы, ну, как бы, с одной стороны, люди не загружали в свою голову той информации, которая недостоверна, и воспринимали то, что действительно должно быть исполнено. И замечательно, что в этой связи у нас есть возможность непосредственно достоверную информацию получать из администрации, да, из первоисточников управления образования. Ну, это и врачи, в том числе, они тоже подключены к ответам на эти вопросы, потому что они не могут оставаться в этот момент в стороне, даже с учетом нагрузки, которая на них возросла в эти дни. Ну, что касается врачей, я хочу, на самом деле, пользуясь случаем, от всей родительской общественности нашего округа, выразить огромную благодарность всем врачам. И не только нашим Одинцовской областной больнице, а всем врачам, на самом деле, нашей страны и всем врачам в мире большую, огромную благодарность, низкий поклон. Я понимаю, что это люди, которые сейчас, ну, в буквальном смысле находятся на передовой. Они несут колоссальную и физическую нагрузку, и моральную, и действительно, ну, подвергаются и большой опасности с точки зрения заражения. Но это те люди, на которых мы сейчас уповаем, которые действительно спасают человечество. Но одних врачей и их усилий будет недостаточно, если люди все-таки не включатся в эту работу и не перестанут халатно относиться ко всем постановлениям, которые выходят и в Москве, и в Московской области, и в стране. И, безусловно, в первую очередь начнут с себя. То есть самое простое, что можно сделать, это по возможности самоизолироваться, изолировать себя от тех людей, которые находятся в группе риска. То есть начать вот с этого, с малого, и, возможно, мы остановим таким общим усилием распространение, массовое распространение этого вируса. Мы понимаем, что цифры очень быстро растут, ситуация меняется, ну, вот прям буквально в доли секунд. Ну, на самом деле, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, с одной стороны, наверное, там не надо чрезмерно там, может быть, людей пугать, но те цифры, которые есть, и та объективная информация, которая присутствует, ну, на мой взгляд, она должна людей заставить задуматься о том, что это не просто какой-то там даже грипп или ОРЗ, которая, в принципе, сезонная, да, и характерна каждый год для нашей страны и для всего мира. То есть мы видим, что на самом деле действительно все очень быстро развивается. И что может сделать каждый человек в первую очередь? Это действительно следовать строгой самоизоляции. Ну, по возможности, да, то есть понятно, что если нужно выйти в магазин, лучше это сделать в тот магазин, который находится, ну, в какой-то ближайшей доступности. А если вы в группе риска находитесь, то достаточно набрать телефон горячей линии и попросить доставить вам те или иные продукты или лекарственные средства, и волонтерское движение, и общественники, безусловно, подключились сразу же с первых дней к этой работе. И, в общем-то, это возможно. Да, во-первых, это возможно, и надо понимать, что это реально работает. И опять-таки я хочу выразить огромную благодарность и жителям, и нашим родителям, которые активно включились вот в эту волонтерскую работу. То есть, начиная с 20 марта, мы очень активно работаем в волонтерском штабе, который создан при администрации Одинцовского городского округа. В режиме онлайн постоянно поступают те адреса и те люди, которым нужна помощь. То есть, эта информация верифицируется, подтверждается соцзащитой и ежедневно обновляется и дается волонтерам для развоза продуктовых каких-то наборов, помощи. Кто-то говорит, что надо, например, помочь с доставкой лекарств. Кто-то говорит, что надо помочь с бесплатными лекарствами пойти получить рецепт. Более того, да, кто-то говорит, что вот надо что-то сделать, там, не знаю, дает информацию у какого-то пенсионера засор где-то там в ванной. Тоже эта информация очень быстро поступает и отрабатывается там администрацией. То есть, на самом деле, вот очень идет такой интенсивный обмен информацией, очень идет активная работа волонтеров. И мы понимаем, что без этих людей, к сожалению, вот помощь сейчас не может быть всесторонно оказана. Поэтому действительно большая благодарность тем людям, которые активно подключаются с собственным транспортом, с собственными возможностями, да, там происходит оказание помощи. Более того, я знаю, что очень много родителей, которые сами своими средствами помогают людям. То есть, те категории жителей, которые не попадают по тем или иным причинам в льготную категорию, но тоже нуждаются в помощи, а родительской общественностью охвачены. И действительно идет такая всесторонняя помощь. Это действительно здорово. Ну, это, наверное, та черта, которой тоже наш народ отличается. Это помощь, это действительно поддержка в критической ситуации. Мы понимаем, что сострадание действительно нам присуще. Вчера вечером было принято решение о закрытии всех парковых зон на территории округа. Все детские площадки. Ранее были закрыты все спортивные объекты, все фитнес-центры, салоны красоты, спа, рестораны, кафе и так далее. Все работает либо на доставку, либо через интернет-пространство. Как восприняли эту новость родители? Не было ли шума, как до этого в соцсети проникала информация, видя, что мы будем делать, что же делать с детьми, а где теперь гулять, а как быть, куда идти. И вообще неделя выходных, кстати. Почему-то у всех, у всех вот одна фраза. Неделя выходных, каникулы, как будто новогодние каникулы. Вот все примерно вот в таком режиме восприняли карантинные мероприятия. И совершенно не хотят сами себе признаваться в том, что ситуация-то совершенно иная, ситуация серьезная. На самом деле, Маша, вот могу сказать за то родительское сообщество, которое я возглавляю, и тех родителей, которые у нас, ни один человек не сказал, боже мой, что же мы будем делать, какой кошмар. На самом деле, все сказали, наконец-то, мы рады, что закрыли парки, мы рады, что закрыли площадки, потому что, ну, наверное, для тех, может быть, не очень сознательных людей, это та, может быть, да, превентивная мера, которая принята, и которая теперь лишает их возможности ходить в эти парки, на эти площадки, и, ну, может быть, еще больше заставит все-таки задуматься, что надо сидеть дома и воспринимать это, ну, как ту меру, которой нужно следовать. Да, может быть, для кого-то это некомфортно, и я понимаю, что сидеть дома в запертии и, может быть, там, не иметь возможности выйти погулять – это действительно неприятно. Может быть, для кого-то эта мера покажется жесткой, но она необходима. И действительно, надо просто сесть, подумать, что ты готов сделать, потерпеть немножечко и в каких-то стесненных обстоятельствах, не как обычно, посидеть дома, ну, или у тебя есть другой путь, наверное, я… Ну, то, что происходит в Италии, Испании, то, что было в Китае, наверное, все-таки должно отрезвить, как сказал Андрей Робертович Иванов, обращаясь к жителям, то есть мы должны задуматься. Вы знаете, ну, Маш, на самом деле никому не хочется повторения каких-то сценариев. Да, у нас есть, наверное, цель, задача все-таки – это преодолеть, да, вот, этот вирус, на самом деле, то нашествие, которое у нас сейчас в мире, максимально, скажем, да, какими-то объединенными усилиями, и, конечно, хочется минимальными жертвами, да, выйти из этой ситуации. Я, конечно, надеюсь, и мы все желаем в ближайшее время преодолеть это, но я думаю, что от нас зависит, какие жертвы будут этому принесены. То есть у нас есть возможность, конечно, скажем так, минимизировать это. Марьяна, затронули вопрос продуктовых наборов для школьников, кому положено бесплатное горячее питание, это льготные категории граждан. Я знаю, что эта работа уже ведется. Как часто это будет производиться? Как часто будут получать такие наборы семьи? Ну, на самом деле, сейчас сложно говорить о том, как часто, то есть было распоряжение губернатора. То есть эта коробка, она рассчитана на какой-то период времени? Она рассчитана, да, сейчас из расчета 10 дней, то есть те дни, когда, скажем, дети не учились, это рассчитано именно в то время, когда они должны учиться, но они не посещались в школу и были на дистанционном обучении. То есть мы рассчитываем учебные дни за исключением каникулярного времени. Вот сейчас это получилось у нас 10 дней. Что будет дальше? Ну, я думаю, что сложно предсказать. Но в любом случае последующие... Вообще для родителей это оказалось хорошей поддержкой? Конечно, конечно. Безусловно, это хорошая поддержка, потому что, ну, в принципе, я видела, что входит в этот набор. И я думаю, что, конечно, это не лишнее будет ни в одной семье. И спасибо большое губернатору, что была такая инициатива на компенсацию таким продуктовым набором. Это действительно хорошо, здорово. Но в любом случае мы, конечно, будем ждать, когда все смогут вернуться к привычному образу жизни, и чтобы дети смогли снова пойти в школу. Но еще раз хочу сказать, что для этого мы должны немножечко потерпеть и, наверное, следовать четко тем указаниям и тем распоряжениям, которые до нас доносят. Поэтому, ну, я думаю, что сегодня у нас погода, мне кажется, подключилась тоже в поддержку всех. Оставайтесь дома. Да, оставайтесь дома, потому что... На улице снег. На улице снег, на улице похолодание. Прошлая неделя, конечно, была такая более легкая, было тепло, было солнечно. Ну, опять-таки, надо действительно очень ответственно относиться к тому, что происходит. Спасибо, Марьяна, за беседу. Хочется в завершении нашей программы сказать только одно – оставайтесь дома, будьте здоровы и берегите себя. До свидания. Продолжение следует...